Время 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 Первые штрафные подразделения и вовсе сначала появились у немцев еще в 1936 году. С началом Великой Отечественной войны в немецкой армии были сформированы исправительные части, полевые штрафные подразделения, состоящие из военных, совершивших преступления. А в октябре 1942 года появились формации для солдат второго класса, для политически осужденных. Об этом было известно советскому военному руководству, и оно получило свое отражение в приказе номер 227. После своего зимнего отступления под напором Красной армии, когда в немецких войсках расшаталась дисциплина, немцы для ее восстановления приняли некоторые суровые меры, приведшие к неплохим результатам. Из истории известно, что подобные подразделения имели армии разных народов. Без них обходился только Чингисхан, который считал, что провинившегося нужно обязательно казнить, так же, как и его родственников. Положение в советских штрафных подразделениях имело ряд отличий и было более гуманным, чем у немцев. Срок пребывания ограничивался от одного до трех месяцев. Для заключенных он зависел от срока, вынесенного военным трибуналом. Например, 10 лет лишения свободы заменялись тремя месяцами в штрафном подразделении. Согласно пункта 17 «Положение о штрафных батальонах действующей армии», все освобожденные из штрафного батальона восстанавливаются в звании и во всех правах. После любого ранения, даже легкого, штрафник отправлялся в родную часть. За отличие в бою его представляли к правительственным наградам, орденам и медалям. В случае смерти семья погибшего получала пенсию и заклада содержания по последней должности до направления в штрафной батальон. Разделение на батальоны и роты было продиктовано необходимостью. Первые предназначались для офицеров, вторые – для солдат и осужденных, кроме политических и рецидивистов. Руководство в подразделениях осуществлялось постоянным составом командиров. Это были лучшие офицеры советской армии. На сегодняшний день информация о штрафных подразделениях и заградотредах не всегда является достоверной. Их создание было продиктовано исключительно тяжелой ситуацией на фронте. Несмотря на жесткость принятых мер, штрафные подразделения дали возможность многим людям искупить свою вину перед Родиной и внесли свой вклад в разгром захватчиков. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова